так приветствую вас дорогие друзья у нас сразу объявили строили андрей сейчас дам права так андрей поставь пожалуйста плюсик если ты на месте тролли у нас присутствует не только на нашем вебинаре что показывает популярность нашего проекта андрей поставь плюсик пожалуйста я дам тебе права вот неадекватные люди абсолютно присутствуют я думаю что все это видят и также пытаются срывать вебинары не только наши с сергей анатольевичем но и григория михалыча мирожниченко так андрей все я даю тебе права минуту дорогие друзья нас так как бы не собьешь толку такими всякими нападками сергей анатольевичем мы уже научены но некоторых наших спикеров тролли могут просто парализовать так все андрей я дал права пожалуйста модерировать так дорогие друзья начинаем начинаем наш вебинар не обращайте внимание на троллей то есть они у нас всегда сейчас будут присутствовать потому что наш проект набирает обороты и собственно зависть наши недобросовестные партнеры в прошлом и также хотелось бы отметить даже и вот недавно закончишься судебное разбирательство по онлайнеру тоже непонятно откуда так андрей она коллеги ждем ждем андрея чтобы наш чат был очищен все таки да приветствую андрея я все права дал и пожалуйста займись этими кадрами вот дорогие друзья начинаем тогда вебинар потому что такой полу сжатый будет вебинар и и я могу сказать что сейчас у нас после экофестиваля планируется очень плотный график у всех членов правления потому что у нас на подходе и азия в индии нельзя инвестировать на сегодняшний момент но можно инвестировать во вьетнаме также переговоры на высшем уровне будут с вьетнамским правительством там готовят очень серьезные встречи и собственно это все также происходит из европы потому что изначально эти партнеры наше будущее вьетнамцы рождены и проживали непосредственно в словакии в чехии то есть в тех странах небольших по которых мы привыкли говорить и соответственно мы сейчас видим на результаты скоро очень увидим результаты италии то есть сергей анатольевич очень серьезно занялся именно построением там бизнеса потому что сейчас вот буквально с болгарии выехал на два-три дня в италию для того чтобы провести переговоры встречи и сегодня даже будет встреча с человеком который прилетит на своем самолете то есть для нас тоже это так не то что показательно но приятно чисто навстречу сергей анатольевичем человек прилетает для того чтобы задать все вопросы и в принципе потом уже подправиться на экотехнопарк то есть я думаю что всем понятно что это как минимум обладатель десятков миллионов долларов ну как максимум это миллиардер с миллиардерами у нас опыт общения имелся и на сегодняшний момент я могу сказать что очень много людей ждут эко-фестиваля чтобы те кто даже вот сейчас в чем-то сомневается я говорю именно о крупных инвесторах чтобы в живую убедиться и в первую очередь через 9 дней это великое событие настанет дорогие друзья из наших ответств 1 июля 2017 года примерно 4 тысячи человек будут присутствовать на мариной горке и соответственно для меня очень важно то что поедет уже и грузовой транспорт я искренне надеюсь и уверен то что он поедет и видел в живую как выглядит наши юнитраки которые будут тележками погрузочно-разгрузочными на системе автоматизированного управления естественно как у нас и заведено сейчас и дорогие друзья вот после того как откроется грузовое направление я нисколько не сомневаюсь что у нас пойдет просто шквал инвестиций шквал адресных проектов новая волна так скажем потому что очень много запросов именно по грузовому направлению потому что сейчас никто в мире не может решить задачу и проблему не осваиваемых на сегодня месторождений а мы можем дорогие друзья причем решите комплексно решить как транспортная услуга предоставляющая перевозки угля руды сыпучих материалов штучных грузов и так далее то есть независимо от того какие потребности какой грузопоток то есть мы всегда сравнивали вот грузопотока со способностью транссиба и если транссиб способен выдержать примерно 50 60 миллионов тонн груз в год то я могу сказать что наша только одна ветка сможет обеспечить грузопотока 200 миллионов тонн в год то есть это серьезные показатели и очень сильно удивился рассказывал историю владелец горно перерабатывающей компании которые подошел так высокомерно с гордостью сказал что сможете обеспечить мне грузопоток 50 60 тонн в час или 20 я уже если честно не помню но не больше 50 60 тонн в час и мы все это подсчитали примерно 22000 соответственно технология skyway может обеспечить на именно направление грузоперевозок и он был поражен просто выпучив глаза побежал и взял естественно все контакты сказал что свяжитесь со мной я никогда такого решения не видел и дорогие друзья вот это решение как раз таки будет показано без естественно погрузочно-разгрузочного модуля то есть эта стоимость примерно 30-35 миллионов долларов сейчас у нас пока что подчеркиваю пока что нет такой роскоши именно с колес тратить такие деньги да и есть собственно сейчас вот единовременно таких привлекаемых инвестиций и нет но я могу сказать что инвестиции зреют и непосредственно с крауд инвестинга то есть а те обвешенные инвестиции франтишкам соларом и его команды на более чем 2 миллиона долларов они поступят я думаю ближайшее время потому что там достаточно непростая ситуация непростая история то есть это был выделен грант на освоение новых рабочих мест на создание нового промышленного производства естественно это промышленное производство будет обеспечиваться в первую очередь за счет технологии skyway и соответственно все эти деньги идут с сша то есть они сначала с сша попадает в одной стран европы далее переводится нашим партнером и соответственно там уже решается вопрос по поступлению уже этих средств головной компании то есть тот кто намерен работать с крупными инвестициями я всех так скажем настраиваю на работу с крупными инвестициями имейте ввиду что это может быть такой вот длительный процесс и не стоит по этому поводу расстраиваться потому что все равно процесс увенчается успехом это несомненно нисколько потому что сейчас определенные рубежи и все необходимые доказательства все необходимые процессы именно в банковской сфере они были освещены и были все проведены поэтому я могу сказать дорогие друзья что скоро мы эти инвестиции увидим первый транш будет вот именно такие суммы и это будет не единоразовый транш это будет несколько раз и дорогие друзья мы все прекрасно помним что переговоры с крупными инвесторами они велись и ведутся сейчас мы сергей сергей анатольевичем общаемся с где-то двумя партнерами почему я говорю где-то потому что неизвестно кто из них окажется именно ответственным за свои слова они говорят что теоретически могут стать и стратегическими инвесторами то есть это не один-два человек это группа партнеров и будем вести переговоры всегда очень интересно вести такие переговоры но мы уже ценим время и стараемся наиболее быстро вычислить правда это или вымысел потому что за всю историю развития проекта skyway уже достаточно много было таких случаев которые заканчивались либо какой-то страховкой за которую нужно заплатить либо банальным мошенничеством и попыткой развода то есть вот как раз мошенники бредители это те тролли которые у нас находятся в чате и дорогие друзья могу сказать это наверное постоянная ставка это полно оплачиваемая работа которую наши недоброжелатели проводят потому что уже атакует вебинары не только нас сергей антольевича мы вычисляет где более-менее много народу и пытается сбить с толка наших будущих инвесторов уже ставших совладельцами международной компании skyway и соответственно как-то нарушить этот радужный настрой перед экофестом но не выйдет дорогие друзья так же как не вышло у онлайнеры именно нести чушь нести чушь и в умы людей и сейчас онлайнеры вынуждены подправлять и буквально корректировать статью потому что очень серьезные судебные разбирательства были я хотел бы остановиться на том что отговаривали очень серьезно отговаривали вот этих судебных тяж потому что многие адвокатские конторы просто отказывались в истории белорусского суда белорусского права не было таких прецедентов которые выиграла бы сторона которая подпадавала на средства массовой информации но антолий эдуардович как истинный боец оказался не непреклонным к этой ситуации и действительно сквозь стены на пролом тратя много времени но это дорогие друзья это честь это достоинство зао струнные технологии и естественно это все нужно защищать и очищать свою репутацию от тех недоброжелателей тех идиотов которые пытаются навязывать именно псевдо репутацию skyway и дорогие друзья так будет с каждым кто смелится именно разинуть рот против skyway именно нести какую-то клевету я могу сказать это относится даже и к целым странам потому что в недавнем времени я думаю что видели все чатах гуляла новость я могу сказать что да это свершилось и в литве средства наконец-таки будут разморожены то есть это серьезная сумма и дорогие друзья мы даже здесь получили опять же победу потому что за те года когда эти средства были заморожены на счетах литовских банков и это средства наших акционеров это средства краудинвестинговой системы мы можем поблагодарить потому что на тот момент возможно мы направили бы их не дай бог на литовский экотехнопарк и собственно они бы были просто потеряны до разбирайтесь еще со стороны на литвы а сейчас они увеличились два раза то есть фактически это как был такой сейф сейфовая ячейка именно с приумножением с какой-то прибылью с процентами и страна придержала эти средства до достижения лучших времен когда эти средства могут уже целенаправленно направляться благодарим благодарим наши литовские коллеги оппоненты и друзья недоброжелатели все кто помогал в этом процессе потому что это действительно очень интересно получилось и результатом было именно при умножении средства для технологии skyway я могу сказать дорогие друзья что сейчас таких совпадений будет происходить все больше и больше и еще одно такое не то что совпадение это было научная конференция это был научный диспут который прошел 14 июня то есть национальная академия наук республики беларусь амтолий эдуардовича попросила выступить на на конференции что что касается именно научной точки зрения инженерной части и выступить именно в качестве научного эксперта и не только струнной технологии но и всего транспорта и собственно ответить на вопросы тех людей которые будут задавать и вот то что вы видите логотип skyway я думаю что эта история началась республики беларусь и продолжится так или иначе во всех странах потому что на национальная академии наук это такие вот очень серьезные звенья которые популяризируют и транспортную инфраструктуру и сферу услуг потому что наши компании фактически предоставляет транспортную услугу и далеко не только транспортно мы будем заниматься и комплексными линейными умными городами вот вы видите логотип skyway именно в главном холле главном зале национальной академии наук готовится заседание и я могу сказать дорогие друзья это очень серьезный и важный шаг был для нас я присутствовал на этом заседании три часа она длилась и специально задержался в минске уже привык на самом деле когда лечу в минске на деловые встречи либо непосредственно для решения вопросов кб не брать обратный билет потому что что там может измениться может что-то важное образоваться лучше взять уже перед фактом и не обши не ошибся и тут дорогие друзья потому что представляла именно skyway капитал как всех членов правления на на этой встрече и для себя почерпнул максимум технологических аспектов и приведение аналогии насколько просто антолий дардача объясняет действительно сложные вещи и я могу сказать что до пытались препарировать и до пытались как-то оппонировать на струнные технологии но руководитель заседания именно так вот модератор вот вы видите на заднем плане улыбается мужчина он сказал что давайте будем конструктивными давайте понимать что все таки эта технология продемонстрирована и давайте понимать что так или иначе они ничего не просят в плане финансов и вообще как бы и попросили здесь выступить естественно сразу все несколько поступились перестали так набрасываться на анатолий эдуардовича я могу сказать что очень виртуозно антолий эдуардович выступил это выступление должно быть переведено на мой взгляд на языки тех стран которые у нас являются лидерами по привлечению инвестиций потому что это действительно мастер-класс дорогие друзья я слышал и присутствовал как анатолий эдуардович ввел презентации для наших партнеров по потенциальным адресным проектом по экотехнопарку в индии и здесь это действительно не перед партнерами это перед научным светом и skyway здесь в очередной раз блеснули своими экспертными знаниями и действительно такие вопросы потом были заданы как и я думаю что можно считать это как такие вот аж хотелось бы что-то задать потому что естественно здесь все задавали вопросы чтобы выпендриться я имею ввиду именно представители университетов при представители транспортно транспортной индустрии потому что все таки пришли на такое заседание нужно немножко поконфликтовать нужно немножко напасть на главного спикера этого заседания но извините когда задают вопрос что будет если на струнную дорогу на нашу путевую структуру сядет птица тут у меня просто вызывало улыбку потому что это действительно вопросы начинающего инвестора такого стабильный вопрос начинающего инвестора который не особо много подумал не особо много почитал естественно никто наверняка не читал 100 ответов на 100 вопросов анатолий эдуардович который лично именно адаптировал и делал новую версию этого издания буквально вот фактически недавно относительно и я могу сказать что апробация апробация нашей технологии прошла сугубо положительно и только знак плюс был высказан по отношению технологии skyway меня очень порадовал тот отзыв и я если честно не ожидал что будет такой яркий красочный отзыв евгений петров наверняка это все дело заснял но встал мужчина уже в возрасте седовласы и говорит что я работал вообще-то с анатолий эдуардовичем я преклоняюсь и действительно снимаю шляпу перед ним что действительно 40 лет эта технология развивается и если кто-то не верил что это поедет сейчас антолий эдуардович и зал струнные технологии просто понятно что не остановить и дорогие друзья думаю что всех нас не остановить потому что тот маховик который был запущен именно в плане крауд инвестинга это тоже дорогого стоит и когда анатолий эдуардович на языке физики 6 класса объясняет для транспортников и они начинают поддерживать начинает говорить даже такие были моменты что не выделить не выдерживали транспортники и говорили что вы такую задачу решили именно по аэродинамике именно по экономии топлива именно при экономии экономии эксплуатационных затрат строи на строительство и так далее то что вам нужно вручить вообще в нобелевскую премию дорогие друзья не нужно никаких нобелевских премий просто не мешайте и просто дайте спокойно развиваться зао струнной технологии генеральному конструктору но наше дело именно как skyway capital привлекать инвестиции я думаю с этим мы достаточно неплохо также справляемся так как буквально вот за предыдущие дни был достигнут рекорд привлечения инвестиций уже не в месяц а в день и я думаю что на те показатели которые планировали мы выйти мы обязательно выйдем и этот рекорд дневной мы побьем я могу сказать что это фактически приближается уже потихоньку к полумиллиону долларов вот это желание которое побить рекорд и именно привлечения в день естественно это не каждый день но дорогие друзья это говорит об интересе к нашему проекту и о планомерной правильно проведенной работе по проведению конференции 1 один будапешт чего стоит как конференция в венгрии кто помнит началась вообще с выступление сергей анатольевича по громкой связи с представителями правительства и там был очень серьезный чиновник который говорил что если сейчас вы не ответите на юридические вопросы и это не удовлетворит то ни о какой конференции речи не будет и более того мы обратимся на суд мы заведем уголовные дела и так далее и тому подобное но спокойно сергей анатольевич ответила и потом просто этот человек сказал что все вопросов нет и более того он изъявил желание также стать инвестором но фронтишек solar потом уже достаточно виртуозно поведал буквально за 10 минут схему очень простым языком посмотрите в перископе на канале сергея анатольевича там эта запись есть как фронтишек доносит юридическую схему и сейчас это преобладающий вопрос на новых рынках будет и дорогие друзья у нас есть ответ на этот вопрос и достойный ответ не какое-то выдумывание не какое-то вымысливание как онлайнер на нас клеветали а именно конкретный ответ и далее уже на этих выходных я могу сказать что произошла очень серьезная такая встреча на верховных кругах то есть это уже были приближенные к верховному главном командующему республики беларусь александру григорьевичу лукашенко постепенно готовится с александром григорьевичем я более чем уверен что после экофеста этот визит произойдет и там также была высказана позиция что да полностью поддержим кто мешает просто прекратите мешаете если будете мешать то будут возникать проблемы то есть вплоть до этого и я нисколько не исключаешь тот факт что сейчас вот многие задумываются куда переезжать со своих городов ну допустим моем городе который находится на первом месте по загрязнению вообще в российской федерации челябинск и екатеринбург на втором будет такое мнение что и стоит переехать в республику беларусь в минск потому что минская область может стать как именно аналогом силиконовые долины и я могу сказать что это абсолютно будет заслуженно потому что правительство начинает поддерживать с момента выделения земли на 22 километра я могу сказать что уже проектируется уже на на что именно строить производство строительство начато строительство высокоскоростного транспорта скоро будет продуваться модели именно в санкт-петербурге где всегда продувается об этом антолий эдуардович говорил и при достаточном финансировании мы без всяких сомнений дорогие друзья уже выйдем на строительство тестового участка 22 километра который новый участок был выделен на буквально слева он находится от традиционные автострады и может будет проводить всякие соревнования именно по скоростям что быстрее именно сказать сверхскоростной спорткар автомобиль либо все-таки юни лед естественно юни лед будет намного быстрее а также из событий хотелось бы подметить дорогие друзья что сейчас у нас будет скоро названа улица где находится экотехнопарк то есть эта улица никак не называлась виктор боборин надо естественно запись выступления анатолий эдуардовича в академии наук будут у меня они есть на мобильном телефоне и и как будет дана официальная информация мы также выложим и на skyway капитал постарался именно вот самые такие яркие моменты записать и я могу сказать что это очень мощное выступление ну так вот про улицу улица будет названа на естественно не такой вот как громкой версии предложил виктор игоревич бобурин если не ошибаюсь улица мировой транспортной революции хотя доля правды в этом естественный есть связано это будет именно с нашим космическим ориентирован на космический путь на звездный путь и соответственно это вплотную говорит о том а к чему мы стремимся и к чему мы придем многие естественно этого направления несколько сейчас пугается то есть это планетное транспортное средство но для меня дорогие друзья это вообще вот такое самое главное направление почему я я развиваю skyway и именно это направление хочется помочь максимально достичь и развитие анатолий едуардович юницкому и даже на заседании национальной академии наук анатолий едуардович говорил про космос говорил что планируются программы и я могу сказать что после объяснения уже когда просто не находилось аргументов против и это также слушатели принимали и если за моей спиной кто-то там болтал наверняка это преподаватели такого как бы среднего звена транспортных вузов в технических вузов то потом уже внимательно слушали я могу сказать что это было очень мощно еще раз повторюсь заседание сейчас близится и буквально вот сегодня почему этот вебинар будет несколько короче чем дневной мне нужно будет выдвигаться в аэропорт очень скоро то есть буквально уже через несколько часов и мы отправимся я как сергей анатольевичем как представители именно skyway и капитал члены правления отправимся в прагу на мероприятие под названием золотая колесница ну и по совместительству мы естественно там уже договорились по поводу встреч вьетнамцы приедут и я не побоюсь этого слова что вьетнамцы эти намерены инвестировать суммы от нескольких сотен тысяч долларов это как минимум вообще для сравнения они инвестировали в прошлый проект в районе полумиллиона долларов и это проект который на сегодняшний момент создание какие-то монеты и сейчас думают к чему бы эти монеты прикрепить привязать там блокчейн привязать крипто направления и как их вообще скапитализировать но дорогие друзья это неверный путь в корне и такой же не верный путь как современная любая индустрия транспортное не транспортное но возьмем современные дороги современный автомобильный транспорт то есть в россии две беды это дураки и дороги в челябинске у нас действительно такого не очень хорошего качества дороги и колдобоины выбоины не мешает действительно перемещение каком беспилотном транспорте тут может идти речь потому что только благодаря вот этим неровностям мягко говоря пути произойдут аварии и действительно человеческие жертвы на сегодняшний день сформировавшиеся индустрии автомобильного транспорта пытаются пришить третью четвертую руку то есть навесить сенсоры обучить их беспилотному управлению обучить системе парковок и вначале вообще хотели чтобы максимально как роботы то есть гараж заезжает фактически так автомобиль именно беспилотник сейчас переучивают потому что так человек все-таки не водит и это совершенный бред на мой взгляд сформировавшуюся индустрию перестраивать на другие рейсы должен должен сформироваться новый бизнес новое направление и мы это направление прекрасно знаем это направление струнного транспорта направления транспорта второго уровня и у нас таких проблем не будет абсолютно после заседания академии наук и вне кстати посчастливилось вместе возвращаться с руководителем кб систем автоматизированного управления зау струнные технологии и он не поведал об охранном модуле такое что у меня просто отвалилась челюсть то есть он рассказал о том что я понял машинное обучение и машинное зрение это вообще только детский лепет по сравнению с тем что смогут наши транспортные андроиды там заходит в речи непосредственно уже об искусственном интеллекте и это просто проявляется в ходе работы я могу сказать что вот есть такая компания как бостон 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 технологии если не ошибаюсь это компания занимаешься робототехникой на военное производство ориентированное и на промышленное производство бостон динамикс и соответственно не удивлюсь если появится такое ответвление но в первую очередь сергей сказал что это как побочные такие эффекты то есть мы смотрим мы наблюдаем но в первую очередь надо исполнить те функции нашей инфраструктуре которые уже сейчас заложены и мы просто обязаны их исполнить и будьте уверены что когда в анкерной опоре начнет кто-то допустим буянить и или возникнет очаг пожара то максимально быстро система безопасности оповещения сработает и эта неприятность будет моментально предотвращена это на сегодняшний день фактически ни одна транспортная сфера ни одна услуга не может но если говорить про сферу услуг то я могу сказать что сегодня прогремела на русскоязычном пространстве такая новость что уходит в отставку руководитель убер убер это такая крупнейшая компания которая из 6 миллионов долларов скапитализировалась буквально за год в 6 миллиардов долларов и сейчас терпит убытки сейчас различные игры манипуляции среди акционеров несмотря на то что фактически компании убыточны но я могу сказать что наверняка подразочаровался руководитель и создатель убер в своей корпорации что-то она не решает тех задач все благодаря чему если появился убер и у нас будет свой убер дорогие друзья именно в технологии skyway то никаких убытках речи не могло идти только сплошная прибыль потому что операционные затраты эксплуатационные затраты затраты на энергетику они просто не сопоставимы на сегодняшний день с современной автомобильной индустрии и вот доказательство о корпорации убер новость что действительно это динозавры современные эпохи по автомобильный транспорт который пускай ездит пускай мы сейчас перемещаемся на нем но я бы не стал тратить сотни миллиардов долларов и я думаю что до триллиона дойдет если проблемы не будут решены навешивать туда сенсоры обучать искусственному интеллекту чуть чуть не ли и нести нести огромные убытки не нести огромные затраты в попытке пришить существующей индустрии третью руку это абсолютно путь в никуда и можно достичь мобильности 4.0 можно именно преобразить индустрию 3.0 в индустрию 4.0 опять же но мобильность 5.0 по определению им невозможно достичь абсолютно и я могу сказать дорогие друзья что это только наше так скажем пальма первенства и мы будем этот огонь нести олимпийский огонь skyway чтобы далее уже показать всем нашим конкурентам недоброжелателям и я вот очень много сейчас посвящаю времени изучению американского англоязычного пространства именно уже другой той цифровой экономики и удивляюсь когда люди восхищаются hyperloop не понимая то что тележка была продемонстрирована на магнитной подушке она вся дребезжала это приводит в пример именно прорывной технологии жаль и не знает пока что технологии skyway но обязательно они узнают потому что действительно когда общаешься с корифеями того мира они просят естественно изучить так как технари определенную документацию направляем стандартный перечень материалов и просто спрашивают а в чем подвох почему вы еще не привлекли деньги то есть и почему ваш проект еще не строят по всему миру и отвечаем что это планомерное развитие с 2014 года мы привлекли чуть больше 30 миллионов долларов и соответственно это все шло с колес на развитие экотехнопарка на именно зарплату обеспечение специалистов и сотрудников ЗАО струнные технологии сейчас это все масштабируется уже на дальнейшие планы близлежащие планы близлежащие планы это уже удвоение количество сотрудников ЗАО струнные технологии и далее утроение далее учетверение как мы говорили уже закладываются и осваиваются новые производственные мощности современные станки современные 3d принтеры лазерная резка сварка все это закупается чтобы уже выходить на поточное промышленное серийное производство потому что одна Индия это один большой адресный проект и Виктору Бабырину вообще придется наверное скоро переезжать в Азию потому что сейчас у нас наблюдается такая чаша весов Skyway как я называю когда Европа финансирует в основной своей части Азия сейчас не так пока что финансирует разгоняется но адресные проекты сосредоточены в Азии даже вот в Индии у нас запрещен на сегодняшний день крауд инвестинг и очень желают очень хотят лидеры несмотря на то что есть более прибыльные проекты но они понимают что перспектива и будущее только за Skyway и мы будем внедрять самые перспективные технологии как искусственного интеллекта так и цифровой экономики и те монетки которые сейчас появляются таким простым языком настанет время когда мы будем говорить сложным простым языком но о сложных вещах сейчас простым языком о простых вещах и вот эти вот корифеи той индустрии которой заболел Владимир Владимирович они поймут что выход и спасение также находится именно в технологии Skyway которая ни много ни мало но может за 7-9 лет удвоить мировой ВВП ни одна индустрия в мире на сегодняшний день не может замахнуться на такие прогнозы и даже Pricewaterhouse я думаю что будут строить прогноз уже основываясь на технологии Skyway что касается 2018 года что касается 2019 года и это будет абсолютно правильно дорогие друзья я могу сказать что то событие которое будет проходить из 23 по 24 июня в Праге это своеобразный такой Оскар назвал руководитель этой всей индустрии именно Альберт Жуков который дал интервью и действительно это такое неподдельное интервью абсолютно чистое открытое когда Михаил Кириченко задавал очень каверзные вопросы насчет Узлова и Эджекс это наши недобросовестные партнеры которые совершили рейдерский захват в свое время компании и почему именно австралийской компании на тот момент якобы австралийской компании дали также приз на золотой колеснице то есть это же подмачивает и репутацию золотой колесницы я могу сравнить тут фильм привести пример Эдди Орел когда участвовал в зимних видах спорта молодой человек который со страны совершенно не занимающийся зимними видами спорта он был единственный претендент там не было никакого отбора фактически и соответственно он научился кое-как прыгать и вошел в историю именно как победитель и когда нет оппонентов когда нет конкурентов очень просто пройти отборочный тур и стать единственными от Австралии это единственный мотив был принять в участие Эджекс и сегодня на сегодняшний день не так просто будет пробиться потому что есть понимание об этой компании непосредственно у окружения золотой колесницы и вообще у мира транспортной индустрии я могу сказать что готовятся очень серьезные встречи с банкирами и с членами различных промышленных союзов это будут очень напряженные дни мы с Сергеем Анатольевичем будем меняться и у Сергея Анатольевича будет выступление пленарный доклад непосредственно на золотой колеснице я нисколько не сомневаюсь что нам вручат первый приз потому что мы как раз таки достойны именно Оскара в транспортной индустрии и в индустрии услуг я тоже считаю что мы достойны потому что создаем услугу которая будет окупаться в тысячи раз больше чем на сегодняшний день современные индустрии как транспортные так и вот индустрия услуг как Uber почему вы думаете Uber стали делать различные Uber Eats и так далее чтобы как-то выбраться из этого коллапса потому что сеть она не взаимосвязана она не увязана в логике Transnet а у нас будет все увязано в единую транспортную энергетическую коммуникационную информационную социальную и даже финансовую сеть и этого наверное никто не сможет повторить как на сегодняшний день никто не может повторить iOS операционную систему Apple это максимально защищенная уникальная система также будет у нас позиционироваться и ассоциироваться струна которая дотянется и в деревне так или иначе как сегодня оптоволокно дотянулось и соответственно как Ротхук сказал что такой пессимистичный прогноз первый миллион километров струнных дорог будет построен через 10 лет что-то мне подсказывает это произойдет намного намного быстрее я хотел бы отметить также тот факт дорогие друзья что мы не просто говорим что мы будем делать все на международном качестве мы уверены абсолютно в этом так как сейчас можно сказать что получили такой очень серьезный новый уровень качества и это очень такая серьезная заслуга лично генерального конструктора лично генерального директора Анатолия Эдуардовича и Надежды Геннадьевны Косаревой и компания норм тест в роли директора Марины Кандралья высказала высшую оценку и для них было огромным удивлением то что такая молодая зеленая компания зеленая это вообще нам просто действительно подносится потому что мы не техногенные мы экогенные технологии мы не природонарушаемая технология техногенная какая-то а именно природоподобные технологии и мы будем спасать действительно и почвы и очень много мы говорили на вебинарах это действительно все будет создаваться и многие направления они будут финансироваться только за счет краудинвестинга когда уже будут на раз-два щелкаться как орешки финансирование адресных проектов специальной платформы мы также для этого и готовим и Skyway Capital будет этим заниматься так что если вы спрашиваете а чем мы будем заниматься после закрытия финансирования корневой будет чем заниматься более чем тем более с такими специалистами как специалисты зао струнные технологии которые не в каком-то отдельном департаменте как высказала мнение Мария именно по новому уровню качества о норм тест а во всей корпорации непосредственно во всех конструкторских бюро этот стандарт качества подкреплен и подтвержден и Мария нисколько не сомневается что SkyWay задаст новые тренды качества в транспортной индустрии не только на территории Республики Беларусь но и вообще в международном пространстве потому что я могу сказать что неспроста ранее произошла встреча впервые на конференции в Париже нами заинтересовался координатор ассоциации международного именно международной ассоциации железнодорожного транспорта и когда специально выделил время приехал на экотехнопарк сказал что готовы с вами сотрудничать и разрабатывать под вас даже специальную платформу под транспорт скайвей под струнный транспорт потому что это все-таки не железнодорожный транспорт здесь больше от авиации и меня поразило дорогие друзья что даже вот такие нюансы будут как элементы торможения с помощью закрылок на юнилете на следующих вебинарах уже остановимся очень много ноу-хау будет использовано в очень сложной машине намного более сложной чем традиционный боинг традиционный аэробус я имею ввиду юнилёт и это все мы должны продемонстрировать и показать уже до сентября максимум конца осени 2018 года я нисколько не сомневаюсь что при достаточном финансировании эта цель будет достигнута без всяких сомнений и соответственно вот уже с таким сертификатом мы будем стремиться уже к новым не стремиться идти планомерно к новым высотам как сертификация примерно до конца лето должна закончиться сертификация и уже никто не посмеет сказать что у нас не сертифицированная продукция мы постепенно будем сертифицироваться для той или иной страны по адресным проектам если их сертификация не то что не устроит но им будет необходима дополнительная сертификация на встрече skyway капитал именно членов правления в на прошлой неделе мы обсудили вот перед 14 числом как раз перед заседанием академии наук очень серьезные аспекты и я могу вам сказать что котировки очень сильно будут цениться и будет и вторичный рынок и готовится уже и целые фонды не те фонды с которыми ведется переговоры непосредственно стороны skyway капитал не те фонды с которыми ведет переговоры Андрей Хавратов со skyway инвест групп тоже с кем-то ведутся переговоры но уже непосредственно головная компания также занимается переговорами намерены фонды некоторые выкупать обязательства на тот момент который преобразуется уже в ценные активы и акции это действительно заряжает неимоверно дорогие друзья потому что будет и вторичный рынок будет и внутренняя биржа но это все пройдет только после закрытия финансирования корневой компании до этого момента будет запрещено проводить какую-то такую деятельность и это будет строго пресекаться потому что вести такую деятельность может только академия только зао струнные технологии я могу сказать что сейчас даже вот на совещаниях лично Анатолий Эдуардович Юницкий решает такие вопросы как удовлетворение именно желание инвестора потому что желание и безопасность инвестиций ставится во главу угла это действительно краеугольный камень зао струнные технологии если кто-то высказывался что расстраиваются не поедут на экофест чуть ли не билеты продают что будет неподвижном состоянии все находиться даже этот вопрос решается я не могу сказать подробности но все увидим непосредственно на экофесте и я повторюсь дорогие друзья что остается действительно в считанные дни то есть осталось 9 дней до грандиознейшего события мирового охвата Беларусь видела такие события я могу сказать наверное только сравнение с чемпионатом мира по хоккею и так далее но у нас все согласуется все регламентируется непосредственно с высшими властями и это событие мы запомним надолго я не побоюсь этого слова навсегда и на улице звездного пути звездного мира мы уже будем так вот смело шагать понимая что мы действительно не просто инвесторы мы движители технологического прогресса и мы не просто инвестируем проект мы строим skyway мы спасаем планету и даем дорогу мир транснету каждый день и я хотел бы сказать дорогие друзья не отвлекайтесь не отвлекайтесь не распыляйте свое внимание на реки на речушки на ручейки когда вы развиваете океан это я могу сказать про дуйнову честно скажу не не слежу вообще за этим проектом можете не не писать про этот проект абсолютно потому что я буду удалять банить и в скайпе я даже удалил несколько контактов которые мне спамили мне не интересно потому что я не вижу масштабирования столь мощного как проекта skyway у проекта дуйного то есть это как продавать маленькую 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 часть от проекта skyway не самого лучшего качества которое может быть на базе зао струн и технологии реализовано и как сказал Анатолий Эдуардович вот общаясь на определенные вещи именно проводя совещания что у нас сейчас все направления которые будут применяться они должны развиваться и соответствовать лучшим мировым тенденциям и мы должны выращивать свой штат не брать аутсорс со стороны это можем юридически какие-то моменты аспекты на создание финансовых проводок но если мы что-то создаем мы должны это создавать лучшим образом уникально с нуля как был построен юнибайк как был построен юнибус и я приведу такое сравнение цитату речи Анатолия Эдуардовича что лучше самим построить компьютер чем заказать у кого-то калькулятор которым уже все пользуются я с этим абсолютно согласен дорогие друзья и только в этих традициях только в этих тенденциях будет развиваться Skyway и в чем я действительно имею железобетонную струнную уверенность в том что технических аспектов и каких-то технических рисков технических вопросов в нашем проекте просто не может быть ну и на сегодняшний день я могу сказать что и финансовых вопросов как выясняется с каждым днем они все приближает и приближает тот момент когда топ-менеджмент головной компании скажет что благодарим всех вас дорогие друзья кто участвовал в проекте с 2014 года и до этого года потому что финансирование головной компании завершено переходим на новые этапы на новые рубежи на финансирование новых технологий и адресных проектов которых может применяться финансирование именно с помощью краудинвестинга но вот такой вот буквально вкратце экскурс дорогие друзья я вынужден уже заканчивать вебинар и прерываться так как нужно уже очень скоро выезжать в аэропорт в этом сейчас я думаю лайфстайл всех лидеров которые развивают проект skyway мы всегда на чемоданах еще пока в поездах еще пока самолетах но очень скоро я думаю через пять шесть семь лет мы будем перемещаться из одной точки земного шара в другую уже на наших юниелетах юнибусах и конечно же юнибайках стройская выезд спасай планету и дай дорогу в мир транснету до скорых встреч дорогие друзья на следующих вебинарах счастливо сегодня же вы можете стать очевидцами тестов 14 местного юнибуса в день посещения мариной горки нашей съемочной группой инженерами испытателями подвижного состава осуществлялась проверка сборки резервных аккумуляторов на показания по пробегу выяснялось соответствие расчетных показателей полученным говоря простым понятным языком насколько хватит заряда батареи при движении в автономном аварийном режиме кроме этого проверялась динамика разгона и торможения юнибуса мотор колесами производилась отладка гидравлической тормозной системы с контролем показателей и характеристик а также отладка устранение неисправностей и проверка работоспособности всех систем транспортного средства в долгосрочной перспективе Anders уни бейки международок и с делом автомобиль динамика уни байки Это и легкая трасса, и 150-ка этого участка. Эту скорость мы в будущем получим, без проблем, только на более тяжелом участке.